Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы будем готовить самый настоящий каравай. Каравай я еще не готовил. В прошлом видео я делал торт Наполеон и все получилось. А завтра приезжает дорогой человек и необходимо встречать его с караваем. Итак, приступим. Так как для замешивания теста на каравай необходимо очень много времени и усилий, я буду использовать для этой цели обычную хлебопечку, которая есть у каждого домашнего хозяина и хозяйки. Нам понадобится мука 380 грамм, молоко 160 миллилитров, сахар 60 грамм, соль обычная 7 грамм, яйцо одно для теста, одно для смазывания каравая, дрожжи сухие быстродействующие, сливочное масло 50 грамм и ванильный сахар. Еще рекомендуется использовать порошок кардамона. Для начала хлебопечки я приготовлю опару. Для этого я возьму 150 грамм муки, 4 грамма дрожжей, 160 грамм молока и 5 грамм сахара. Все это помещу в хлебопечку и включу режим теста на полчаса. Все ингредиенты я взвешиваю с помощью электронных весов, чтобы не было никакого сбоя. И помещаем все ингредиенты в хлебопечку. Сначала высыпаем муку, затем сахар, выливаем все молоко и 4 грамма дрожжей, это одна чайная ложка. И включаем режим теста восьмерка на 30 минут и запускаем. Пошел замес. Вот такая получилась опара. Теперь надо, чтобы она поднялась. Для этого я поставлю это ведерко в теплое место, там мне температура около 30 градусов Цельсия. У меня это будет батарея. Я накрою его полотенцем и поставлю на батарею. Вот прошло два часа, опара поднялась и снова опустилась. Теперь необходимо добавить сюда все ингредиенты и включить режим теста на хлебопечке. Высыпаем 7 грамм соли и опускаем 50 грамм масла. Для запаха вместо кардамона я добавляю ванильный сахар. Теперь необходимо включить режим теста и хорошо перемешать все ингредиенты. Вот тесто замесилось. Теперь выключаем хлебопечку и ждем 40 минут, пока оно поднимется. Я его опять вынимаю из хлебопечки, укутываю полотенцем и ставлю на батарею. Вот такое тесто. Чтобы не высыхало, я его накрою пленкой и полотенцем. Вот прошло 40 минут и тесто заметно поднялось. Теперь необходимо снова поставить хлебопечку, перемешать и подождать 15 минут. Теперь включаем тесто и ждем еще 15 минут, пока оно поднимется. Ставим его опять на батарею. После этого тесто можно вынимать из хлебопечки и слегка помять. Тесто рыхлое, мягкое, слегка липкое. Нужно немножко добавить сюда еще муки, наверное. Буквально чуть-чуть, чтобы оно не липло к рукам. Делаем шар и делим примерно его на две части равные. Теперь прикладываем на противень одну часть, слегка его приплюснем и поставим его настаиваться. А я пока сделаю из этой части теста всякие украшения. Берем половину теста, для украшения делим на три части. Теперь делаем длинную колбаску. Делим пополам. И плетем косичку. Одну переплетаем в другой. Как два провода в легкопроводке. Вот таким образом. И украшаем по кругу каравай. Теперь делаем маленькие розочки. Для этого делим тесто на маленькие одинаковые шарики. И раскатываем пяточки. Теперь собираем их в кучку. Маленький рулетик. Теперь ножом режем пополам. И получается две розочки. Раскрываем слегка бутончик. Вот таким образом. И можно клеить на каравай. Вот такие получились необычные розочки. Теперь делим оставшийся шарик еще на три части. И это будут листики. Делаем небольшие шарики. Хорошо их прижимаем. Слегка вытягиваем. Дву стороны приплющиваем. Приплюскиваем. И делаем надрезы. Это будут листики. Клеим их на каравай. С трех сторон. Теперь берем яйцо и отделяем от него желток для смазывания. Разбиваем его вилкой. И равномерно промазываем каравай. Теперь помещаем каравай в духовку. Сначала при температуре 200 градусов. И затем сделаем 180 градусов. Вот у меня уже каравай слегка подрумянился. Для того, чтобы не подгорели верхние листики, необходимо накрыть его фольгой. Я отрываю совсем небольшой кусочек и положу его сверху. И положим его сверху на каравай. Вот прошло 40 минут и можно проверить, как же испекся каравай. С помощью зубочистки проткнем его в укромном месте и проверим, как он будет липнуть. Видно, что тесто не берется, значит он готов. В конечном итоге у меня получился такой небольшой каравай. Теперь необходимо поставить его под полотенце, чтобы он остыл и немножечко размягчился. Если вам нужен большой каравай, то необходимо увеличить порцию ингредиентов в два раза. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками можно спечь небольшой каравай. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok